Приветствую вас, по мотивам его поведения, в принципе, вы правы, это поведение ревнивого мальчика, то есть это достаточно незрелая личность, вот, к сожалению, вот. Это незрелая личность, которая играет роль преследователя здесь, и, соответственно, испытывает потребность в безопасности, в чувстве собственной значимости, в любви, возможно, и в страхе быть одному. Также можно сказать о том, что этот человек достаточно эгоистичен, вот, ну, в том плане, что он думает здесь только о себе, он не думает о вас, вот, и движим он, а именно своими желаниями, тем, что ему хочется, тем, что ему важно, тем, что ему нужно, тем, что для него ценно, вот. При этом, к сожалению, игнорируя вообще то, что хотите вы, и то, что, то, в чем нуждаетесь вы, вот. Вот, поэтому данное поведение мужчины является нездоровым, вот, направлено оно на то, чтобы реализовать свои какие-то желания, вот. К вам отношения это все имеет весьма, весьма посредственное, вот, потому что, ну, если бы это было про вас, да, если бы это было ориентировано на вас, то, что человек ввел бы себя, ну, совсем по-другому, надеюсь, что вы это понимаете, и вы в этом отдаете отсчет себе, вот. Движит, движет, движет этим человеком, ну, пожалуй, страх остаться одному, вот, как правило. Ну, еще есть какие-то, конечно, мотивы, которые, ну, для нас недоступны, потому что мы все-таки психологи, да, мы не читаем мысли, вот. Других людей, вот, мы не можем этого делать, поэтому я могу сказать только то, что человек ведет себя, как преследователь, да, то есть он ведет себя, как участник треугольника Карпана, вот. Про сам треугольник вы можете почитать в интернете, вот, там, ну, это есть, в интернете есть информация о треугольнике, вот, вы можете сам ознакомиться с ним. Больше интересует меня, как психолога, я бы сказал, в позициях ваша, больше меня интересует. Хотя бы потому, что вы сами об этом почти ничего не сказали. То есть вы почти ничего не сказали о том, что хотели бы разобраться в себе именно. Вашу сторону я игнорировать не могу, потому что она тоже представляет из себя важный психологический момент, вот, благодаря которому ситуация стала возможней. Ну, ситуация, вот, с этим молодым человеком. Такая вот ситуация, что вы, по сути, жертва. Вы пишите, познакомилась с молодым человеком на работе, познакомились, он был женат, я жил с мужчиной, обоих отношения не складывались, мы стали любовниками. Понимаете, Илона, вот здесь есть очень важный момент, что отношения у вас не складывались почему-то, ну, то есть по какой-то причине, да, которую, причину которой, причиной этого нужно разбираться, почему у вас не складывались отношения. Но вы не уходили от своего партнера. Я сейчас не говорю про вашего молодого человека, потому что про него, в принципе, уже все сказали. Я говорю именно про вас, что, ну, не складывались в вас отношения, да, допустим. Это нормально, бывает, но вы почему-то все равно продолжали в этих отношениях находиться. Вам проще, вам было проще вступить в отношения с любовником, да, чем уйти от того человека, с которым вы находились в отношениях на тот момент, вот, и побыть одной, чтобы там, ну, чтобы добраться, например, в себе. Вот. Понимаете? Вы этого не сделали. Опять же, я не обвиняю вас. Не обвиняю. Я хочу, чтобы вы для себя этот момент зафиксировали, почему бы не ушли, позволили себе стать любовницей, позволили другому человеку быть любовником для вас. Понимаете? То есть это показывает отсутствие заботы о себе и, ну, возможно, тоже некий страх одиночества. Ну, вот, либо определенная потребность, либо не уверенность в себе, ну, здесь предположение. Далее. Оба разошлись, и он даже сделал предложение, но его поведение меня стало впоследствии отталкивать. То есть, тут у вас все как-то вот развивается достаточно быстро, да, судя по тексту. Все достаточно быстро развивается. В плане того, что он, вот он был женат, да, вот он разводится с женой и делает уже предложение вам. Как-то он спешит слишком. Не читайте. Вы, так. Дальше. Постоянное недовольство, высасывание скандала из пальцев. Не так положил, не так постирал, а долго готовишь еду. Это поведение характеризует мужчину как, опять же, преследователя и как игрока в скандал. Игрок в скандал, есть такая игра в скандал, можете также почитать о ней в интернете, направлена в первую очередь на избегание близости. На избегание близости с, ну, людьми. И показывает некий садизм мужчины в плане того, что своих чувств человек, по-видимому, боится. Своих чувств человек, по-видимому, боится. Свои чувства человек, по-видимому, ну, высказать, описать, выразить не может, или не хочет, или боится. Опять же. Вот. И, он выводит на скандал, ну, вас. В данном случае, вас выводит на скандал. Чтобы, таким образом, подпитываться чувствами. Вашими. Вашими. Ну, и преследователь из треугольника Гартмана, я уже об этом сказал. Вот. Может быть, даже игрок в ПСС попался сукин сын. Вы тоже можете посмотреть эту игру в интернете. Мы разошлись, пишите вы, и я снова сошлась с бывшей. Вот, и ладно. Понимаете, история заключается в том, ключевой момент заключается в том, что вы снова о себе не заботитесь. Вы снова по отношению к себе проявляете некую попустительскую политику в том плане, что вы сходите с бывшим, расходясь с этим молодым человеком. Вам не нужно было сходиться с бывшим, ну, если так вот по... Ну, в идеальном варианте. Потому что с бывшим у вас уже есть проблемы. Проблемы настолько сильные, что вы позволили себе завести любовника. Вот. Да? Ну, и, как минимум, нужно побыть наедине с собой, и собраться с мыслями, и так далее. Вот. Проанализировать, может быть, свое поведение, что-то в своем поведении проанализировать. Ну, вот. Но вы этого ничего не сделали. Возникает вопрос, почему? Далее. Вы пишите, все это время скучала и думала о том, кто сделал предложение. Вновь противоречия. Ведь вы здесь не могли зашлить, потому что он к вам придирался, а значит, не любил. А значит, скучали вы по чему-то другому. Скорее всего, по тому, как вы себя чувствовали. Возможно. Возможно. Скучали вы по возможности создать семью. Семья для вас важна. Запрос заключается в чем? Чем? Эээ... Чем она важна? Но это уже другая история. Эээ... Через примерно полгода мы списались не по личному вопросу и встретились. Ээ... Снова закрутилось. Я приняла решение уйти от партнера, поскольку голову снова вкручили красивые слова и обещания. Но вот здесь уведете себя как жертву. То есть никакой личной ответственности, ничего. Снова закрутилось, как будто вы не хотели этого, как будто от вас ничего не зависело, да? Ну... Вы принимаете решение уйти от партнера, когда у вас с ним... У вас с ним до этого были проблемы и чувств. У вас с ним, судя по всему, не было. А были вы с ним только потому, что... Ну... Были какие-то желания, да? Вот. И вы видите, что голову скручили красивые слова и обещания. То есть, опять же, вам показали, что ваши желания могут удовлетворить. Потому что красивые слова и обещания – это только лишь обещания, только лишь слова. Это не действия, это не поступки. По которым обычно судят людей. А потом резко этот молодой человек находит девушку, мол, сколько меня можно ждать. Ну, здесь человек боится близости. Это вот такая, знаете, детская игра, да? Детская игра. Ты убегаешь, я... Нет. Ты отдаляешься, я приближаюсь. Я приближаюсь, я приближаюсь, ты отдаляешься. И наоборот. Я отдаляюсь, ты приближаешься. Вот это вот такая детская игра. Это страх близости. Вот. При этом общение со мной не прекратил. Признал, что в любви и в том, что скоро уйдет до своей пальцы и просил подождать. Илона, вот вы считаете, что это вообще адекватное поведение? Достойное ли это поведение мужчины для вас? Прошло 4 месяца, все это время он от себя то отстранял, то притягивал. Ну, по сути, да, играл в эту игру. Урал, что разошелся, а сам все равно продолжал отношения. Соответственно, мужчина был нечистен. Соответственно, мужчина представила свои какие-то цели. Вот в итоге я нашла другого, и через две недели узнали, что узнало, что тот, кого я ждала, бросил свою девочку. Ну, по сути, опять, да, это по сути, опять даже та же игра. Как только вы отдалились, то он начал приближаться. Теперь этот человек пытается меня всячески вернуть. Уграняет, что ни с кем быть не даст. Составляет любовные записки. Пипишет, звонит, намекает, что у него остались мои старые фотографии, смс, признания в любви и прочее. Что правит этот человек? Сказал. Ему 33 года поведения ревнивой мальчишки. Ну, это вопрос, скорее, к вам. Почему вы притягиваете такого мужчину? Ага, ведь когда он был в отношениях, я спокойно отпустил, согласился ждать, понимая, что у каждого есть свое мнение и свое право выбирать. Свое мнение и свое право выбирать, безусловно, есть у каждого, но у каждого, точнее так, права у каждого нет вредить другому человеку. А вам этот человек вредил, и вы ему себе вредить позволяли. При этом сохранило дружеское доброе отношение, правда, человек был мне дорог. Сейчас же он ставит ультиматумы, либо ты со мной, либо никогда не будем общаться, и больше никогда в жизни между нами ничего не будет. А это, по сути, игра, потому что мужчины от вас зависим, и вряд ли он сможет вас отпустить, я уверен, что он вас не отпустит. Ну вот, категорически отказывается просто общаться, поскольку вместо работы, ну это детская позиция, либо хорошо, либо плохо. Мне безумно странно, ведь много хорошего было между нами, можно было бы сохранить дружку или просто адекватное отношение, ну будь мужчина взрослым, будь мужчина здоровой личности, да, конечно, можно было, но он не здоровая личность. И вас это привлекает. Я не понимаю, что человек, поэтому прошу вас развести мотивы его поведения. Что вам это даст? Что вам даст? Разъяснение мотивов его поведения. Ну вот, если прям конкретно. Что даст? Ничего. Ваши чувства, которые у вас есть, да, они никуда не денутся. Они никуда не уйдут. Ваши эмоции, переживания тоже никуда не уйдут. Понимаете? Поэтому я бы, вот я бы, рекомендовал вам, на самом деле не о нем думать больше, а о себе. В большей степени. Вот. О том, что вы хотите. Вот. О том, что важно вам. И на это уже ориентироваться. И если какие-то чувства у вас есть, да, какие-то чувства у вас есть, то ответственность брать нужно за них вам, а не соответственно. на кого-то другого перекладывать. Потому что вот то, что, ага, то что вы хотите понять другого человека, а не себя, это избегание ответственности своей собственной. За то, что происходит с вами. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Обозначьте свой конфликт, обозначьте свое противоречие. С этим уже можно будет что-то делать. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.